Повысить уровень финансовой грамотности жителей республики. На это направлено соглашение о сотрудничестве, которое подписали Министерство финансов Чувашии и инвестиционная компания ФИНА. Образовательные акции, семинары, онлайн-уроки и издание учебных пособий в последние годы в республике много внимания уделяется финансовому просвещению населения, особенно подрастающего поколения. С сентября этого года сразу в пяти пилотных школах введены специальные факультативные занятия. Однако знания о финансовых продуктах и инструментах сегодня необходимы людям всех возрастов, уверена руководитель Минфина Светлана Енилина. Если мы сегодня станем финансовыми грамотными, будем более качественно управлять своими деньгами и, соответственно, у нас и мошенников в финансовом рынке будет меньше, у нас меньше будет и финансовых пирамид, к сожалению, которые сегодня имеют место быть и некоторые наши граждане, наше население попадают в эти сети. Образовательные площадки, на которых будут рассказывать об основах финансовой грамотности, появятся не только в школах, но и в вузах республики. Кроме того, предусматривается и дистанционное обучение. В конце сентября в России была принята федеральная стратегия по повышению финансовой грамотности. Важно, что средства, которые гражданин вкладывает, они не оседают где-то в виде бонусов банковских менеджеров, они поступают непосредственно в экономику, это значит, что предприятие получает импульс для развития, сдаются новые рабочие места, растут доходы тем самым финансово грамотно граждан, то есть ситуация, когда выиграют все. Это суть нашего соглашения с широким планом, то есть к чему оно в идеале должно привести.